Добрый день, дорогие зрители! Сегодня с вами YouTube-канал «Россия в мундире», основатель и бессменный ведущий канала Андрей Булдырев. Я приглашенный консультант Владимир Глазков. Сегодня мы будем с Андреем дискутировать, насколько это возможно, в рамках демократического дискурса. Тема дискуссии нашей будет такая – «Холодное оружие системы 1881 года и с чем его едят». Володой тут пошутил. Немножко. Стал сам бессменным ведущим. А тема, это для меня вдвоем в кадре, почему мы сейчас не обошлись одним Володей. Потому что у нас по поводу системы 1881 года есть определенного рода разногласия. И посмотрим, что у нас дальше получится. Вообще, «Холодное оружие» 1881 года, которое было введено в Русской императорской армии в 1881 году, это заслуга генерала Горлова. Это очень изученная тема, и она мне всегда была интересна. Дело в том, что у меня интерес к русской военной истории, он, наверное, с детства был. А в коллекционном плане он начался, наверное, с шашек. Так вот, шашки, которые мы сейчас можем увидеть, они все в основном достаточно поздние. Это 1981 год. В 1981 году заслуга, ну, у этой реформы, так скажем, будем говорить, два творца. Это Александр Третий и… Второй. Ну… Второй. Александр Второй, он это дело начал. Он его подготовил. А третий, он просто вот на готовую. Пришел и подписал указ. Хорошо. Вот. А генерал Горлов это тот человек, который эту систему разработал. Чем она интересна для меня лично, еще вдобавок, помимо того, что это распространенные шашки, то, что это система, которая была попытка ввести холодное оружие на научном основании, так скажем. Что такое холодное оружие? Это то, что со временем становилось все менее и менее значимым в боевом применении, потому что все время сравнивали с франк-русской войной. И с Крымской войной тоже сравнивали. Так вот, на доле ран холодного оружия, холодным оружием нанесенных приходилось там от одного до четырех процентов. То есть, из 25 человек были ранены огнестрельным оружием 24. Ну, и там, даже 99. И только один человек был ранен холодным оружием. Но холодное оружие было важно в психологическом плане. Вот не случайно была дискуссия о вооружении чинов артиллерии, номеров. Мы, может быть, сейчас эту тему затронем, чем их вооружать. Оно было важно все-таки, оно все равно применялось в кавалерии, оно применялось и в пехоте, но в пехоте, прежде всего, штыки. Это тоже холодное оружие. То есть, атаки, которые доходили до рукопашной, они все равно были и до сих пор есть. Последний пример применения холодного оружия в бою, это, по-моему, британский спецназ. Сейчас вспомню, в какой компании. Бурь пустынь, что ли. Уже не помню. То есть, до сих пор холодное оружие какое-то применение иногда себе находит. Так вот, до 1881 года, если так посчитать, я так на память попробую, в Русской императорской армии существовало. Пехотная полусабля для офицеров пехоты. Драгунская шашка. Ой, драгунская сабля. Артиллерийская шашка. Шашка казачьи образца 1938 года. Легкокурильская сабля, которую Воложий называет образцом 1824 года, а я буду следовать за Куринским, называть 1927. Азиатская шашка, которая была на вооружении каркасской драгунской дивизии. Все ли я вспомнил? Наверное, нет. Палаш, Керасевский палаш. Керасевский палаш, образца 1824 года. Он же удивительный французский палаш, образца 11-го года Французской республики. Ну, тогда уж называй Легкокурильскую саблю, саблю 9-го года образца. Тоже 11-го. 11-го? Ну, французская, которая, ну да, она тоже. Это они, что там, что там, они пакетом, так сказать, утверждались. Семь образцов. Семь образцов, да. Но вот как минимум, это не считая тесаков, саперных тесаков, кортиков, морских сабель. Это то, чего не коснулось. Ну, флот, он, да, он как-то немножко жил своей жизнью. Да, то, чего не коснулось реформы. То есть, вот еще 4 мы сейчас насчитали быстренько образца холодных оружий, которые были. То есть, всего по меньшей мере 11, это не считая штыков. Что такое производство холодного оружия? Производство холодного оружия – это, прежде всего, дешевизна и возможность массового производства. То есть, во время мобилизации, во время военных действий необходимо было срочно обеспечить большую массу людей уставными образцами холодного оружия. Потому что призывались запасные, формировались новые части. Для них, для всех нужно было делать оружие, вооружать их нужно было. А если у нас есть 7 образцов, то это означает, что должно работать 7 линий. Причем, на самом деле, не то, чтобы 7 линий, а 14. Ну, не 14, потому что тесаков не было офицерских. Там меньшее количество, сейчас не будем считать сколько. Потому что офицерские и нижних чинов образцы холодного оружия, они также отличаются. В этой ситуации лучшим решением для того, чтобы потребности армии в экстренных случаях закрывать, была банификация всего производства. И генерал Горлов, он, следуя этой логике, сделал 3, так скажем, образца холодного оружия, которое хотел заменить все имеющиеся. Из них в серию пошло 2. Потому что он делал еще палаш, который нам известен только на картинках. Тебе он известен, Ванатуре? Он, наверное, был образцов. Он существует в собрании артиллерийского музея, то есть в книге Кулинского он сфотографирован, он есть. Потом там упоминается порядка 11 штук, шлик было сделано. Но они, естественно, они так и не поступили на вооружение, то есть они формально существовали. Фактически они в больших количествах они не заготавливались. Вот. Соответственно, было сделано 2 типа. Ну вот, это уже более поздние шашки, но я их покажу. 2 типа шашек образца 81-го года. Вот. Это драгунская шашка и казачья. Сейчас мы будем смотреть и о них говорить. Ну, начинаем. Ну, на самом деле, это не совсем драгунская, это артиллерийская, это уже укороченная, но не важно. В данной ситуации не важно. Вот мы начинаем рассмотреть. Мы видим, что клинки их имеют один большой строй, но на самом деле, вот это, по-моему, в 86-м году образец появился. Мы об артиллерийском оружии отдельно скажем. Вот. А так, в принципе, они практически идентичны. То есть, изготовление самого клинка, оно могло быть на одной линии. И они ничем не отличались. И фесы разные. Производство холодного оружия – это очень большая доля ручного труда. То есть, монтировка, вот, для офицерского, там, подгонка, злочение, все это отдельные операции. Но вот клинки можно уже было делать на одной линии, что, собственно говоря, приводило к удешевлению расходов казны и к тому, что можно было разворачивать производство, ну, массовое, скажем так. Так вот, в холодном оружии всегда существовала такая дилемма – укол или удар. То есть, рубящий удар или укол. Практически вся европейская техника фехтования, техника, используя холодное оружие, она предполагает два вот этих приема основных. Если мы говорим об Азии, я помню такую дискуссию, которая была развернута на профильном форуме, когда разговаривали о итаганах. Итаган – это оружие, у которой режущий кромок не с этой стороны, а с этой, то есть обратной кривизны. И вот что им делать, в общем-то, совершенно непонятно. Современным людям даже, которые фехтуют, которые рубят, то есть, для чего это нужно, почему это так. И там прозвучала такая гениальная фраза, что европеец думает, что врага можно либо рубить, либо колоть. Европеец не понимает, что врага еще можно резать. Ну, вот, действительно, европеец не понимает, что врага еще можно резать, поэтому дискуссия всегда была либо в пользу укола, это активный такой прием, либо в пользу удара. Для того, чтобы получился хороший укол, клинок должен быть прямым. То есть, удар прямым клинком, он наиболее полно передает кинетическую массу, кинетическую энергию руки, поражающую способность оружия переводит. А для того, чтобы рубить, там совсем другое. Там необходимо, ну, не то, что необходимо, рубить можно и прямым клинком, но лучше, поскольку, чем более острый угол, соприкосновение клинка с мишенью, тем... Угол атаки. Ну, да, пусть будет угол атаки. Чем он более острый, тем глубже наносится рана, тем сильнее поражающие способности, поэтому для ударов клинки делаются, как правило, кривыми. Вот за счет кривизны контакт режущей кромки оружия с мишенью происходит всегда под углом, достаточно острым и, соответственно, рубит лучше. Вот эта дискуссия, она на страницах печати армейской, вот у профильных людей, которые этим занимались, она не утихала. И практически все предыдущие реформы, которые были в русской гражданской армии касаемы холодного оружия, они все, ну, они вот были такими весами. То есть, с одной стороны, кто-то ориентировался на укол, кто-то ориентировался на рубящий удар, кто-то считал, что для того, чтобы сделать хороший удар, шашка должна быть, ну, сабля, сабля, ну, вообще оружие, оружие должно быть тяжелым. Кто-то считал, что оно, допустим, наоборот, должно быть легким для того, чтобы владеть холодным оружием с большей скоростью и меньше уставать. И поэтому те реформы, которые были до этого, они постоянно то в одну сторону, то в другую отклонялись. И основания для них были как раз то, что вот давайте облегчим Эфес. Там через 15 лет давайте лучше Эфес утяжелим. Ну, вот такие вот, такое вот разное понимание того, что на самом деле нужно, оно приводило к различным, ну, к такой многообразности холодного оружия. Это очень интересно сейчас собирать, коллекционировать, изучать. Но в плане, вот, экономики, в плане армии это не очень хорошо. Гиралл Горлов сделал вот такой компромиссный вариант, вот такой вот клинок. Было изготовлено 6 опытных образцов разной кривизны. И они были отданы для апробации, ну, мастера фехтовального боя рубки. И был выбран вот какой-то, по-моему, пятый образец. Вот кажется, вот этот вот и есть этот, или просто шестой, я уж не помню. Все его выбрали, значит, вот выбрал был вот такой клинок. Считалось, что из всех представленных он наиболее удобен в обращении фехтовальщика. И считалось, что он позволяет достаточно, ну, одинаково эффективно произвести укол и рубящий удар. Правда, были люди, которые уже потом, после реформы 1981 года, говорили, что нашей шашкой одинаково плохо и рубить, и колоть. Не хорошо и рубить, и колоть. Ну, собственно говоря, это любой компромисс, это компромисс. И вот шашка 1981 года, это как раз попытка такого компромисса. Ну, я хочу сказать, что дальнейшее, что самое, наверное, удобное, массовое оружие. Почему я говорю о массовом? Потому что единичный экземпляр можно сделать сколь угодно хорошим. Его можно сделать сколь угодно дорогим и самым-самым-самым лучшим. Но это абсолютно неприменимо, когда мы говорим о вооружении армии. Потому что помимо его качеств каких угодно, он еще должен быть экономически оправдан. Обоснован. Да, образец должен быть дешевым. Так вот, наверное, самая удачная массовая шашка, это шашка образца 1927 года, она здесь не представлена, это уже советское время. Она сделана на основании вот этой вот шашки, то есть Федоров, он горловский образец, чуть изменил, изменил угол наклона хвостовика, за счет этого она стала более удобной. Он ее укоротил, за счет этого ей стало проще обращаться, она стала легче. Но это уже тема возможных других передач, хотя у нас не по Красной Армии, в принципе, программа. Ну так вот, вот это вот два образца, вот он их сделал, вот эти два образца. Они пошли в серию. Тут выяснилось, что для производства горлов предъявляет огромные требования. То есть, что это такое? Он предъявлял требования по стандартизации всех клинков. Значит, сейчас я вспомню, какие, по-моему, поллинии, по-моему, один миллиметр по длине. И сколько там, пол золотника, по-моему, два грамма по весу. То есть, все клинки должны были быть одинаковыми. Воевали горлов и золотовоская оружейная фабрика, по-моему, лет шесть. Горлов в конце концов... Четыре. До 1885. Горлов в конце концов добился того, что фабрика начала вписываться в его стандарты. А у фабрики были совершенно четкие и очень железобетонные аргументы. Например, они говорили, что такая дельта по весу, она невозможна, в принципе, чтобы ее удерживали. Потому что при заточке оружия, вот, при заточке, уходит металл. И у каждой шашки при заточке происходит это по-разному. И добиться того, что клинки будут абсолютно одинаковые до одного грамма, ну, нельзя. На самом деле, они потом это смогли. Точно так же при монтировке, это же эфес, вот, я покажу, как вот он тут сделан. Вот это вот, это называется винт, хотя это гайка, но в приказах это винт. Вот он, на хвостовик накручивается. То есть, это же монтируется эфес. И это разные детали, это деревянная деталь, это латунная, это железная. Везде есть какие-то допуски, естественно, что все это должно как-то гулять. Вот горлов добился того, что это все стало абсолютно стандартизированным. Кстати, в результате всего этого, можно сказать, что мы получили холодное оружие, наверное, лучшее в мире. Ну, вот по... Опять же, я не говорю о каких-то там сверхдорогих образцах, которые, как я уже сказал, наверное, можно там из каких-то других материалов даже делать. Вот, и они будут, наверное, какие-то более еще лучше. А вот для стандартных, наверное, лучше ничего не было. И в процессе вот этой реформы золотародская оружейная фабрика вообще по качеству была очень неплохой. Она стала вообще лучше. Но я хочу сказать, что клинки у нас проходили испытания, по-моему, около 20 различных испытаний. Вот на каждой шажке мы видим вот это вот. Вот это вот. А с короной 5. А с короной. Вот что это такое? А это... Это личное клеймо приемщика, арт-приемщика Алексеева. Я не помню, сколько он лет был на Златоусте, но очень долго. То есть до конца Златоуста, как императорской фабрики, до 17-го года он точно там присутствовал. Иначе он в 900-х или даже в конце... Нет, он попал в конце 890-х годов. Вот. Алексеев это чин, который лично ставил клеймо на всех принятых им клинках. Вот А означает, что это он принял клинок. Есть такая, так скажем, ну легенда что ли, не легенда, я просто не знаю в документах, что А с короной, когда стоит, это означает, что принято предмет в сборе. А вот А это означает, что принят вот сам клинок. То есть он принимал и шашку целиком, и клинок. Вот эта пятерка здесь, на эту систему перешли, я не помню в каком году, где-то в годах десятых. Это означает, что стрела клинка при подвешивании к ней груза давала прогиб 5 дюймов. На клинке до этого была другая система. Там стояли цифры 55, 50, 45, по-моему, все. Вот, на офицерских, естественно, приемочных клеем нет, потому что это оружие, которое было индивидуально заказывалось, на них клеем от приемки нет, на нижних чинок есть. Так вот, как это происходило на прогиб? То есть к шашке привешивали груз вот сюда, первый был 55 фунтов. И она должна была давать стрелу прогиба 5 дюймов. Если она давала большую стрелу прогиба, то 55 снимали, вешали 50. Если она давала, опять же, большую стрелу прогиба, то вешали 45. И если после 45 она давала большую стрелу прогиба, чем 5 дюймов, то ее выбраковывают. То есть она дальше уже в дело не шла. Их складывали отдельно. На златоустской оружейной фабрике из подобного рода клинков составили огромную пирамиду. Я потом о ней расскажу. Она очень сильно помогла нам во время войны, во время мобилизации. Там целый зал огромный был украшен. Вот всюду, 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 всюду клинки. Из них сделали такую большую пирамиду. И когда началась мобилизация, их разобрали с новыми клеймами. Клеймы там были 2С, 3С, 2-й сорт, 3-й сорт. Они все равно пошли в действующую армию, потому что все равно нужно было чем-то оснащать. Но в мирное время подобного рода клинки они просто в армию не шли. Вот. Значит, мы тоже видим вот эти вот буквы. А, ну вообще вот весь 20-й век и конец 19-го, тут будет буквы, на всех клинках златоуста будет буква А. За исключением тех двух лет, когда вместо Алексеева работал Уваров, а Алексеев был на обучении в Петербурге. Вот тогда тут можно будет найти У и У с короной. Ну это вот первое испытание. То есть клинок испытывали на прогиб. Следующее испытание. Клинком били по плашмя, вот так вот били по деревянному чурбану. То есть клинок должен был отыграть и восстановить свои размеры. То есть у шашки очень важно, чтобы после удара, а при ударе все равно идет деформация клинка. И вот такой вот правильный удар, он мало влияет на характеристики клинка. А если удар пришелся неправильно, а он достаточно часто приходится неправильно, просто потому что противник не стоит как лоза, которую рубит. Он пытается отбить удар, и поэтому вполне возможно, что даже правильный удар при соприкосновении с другим клинком, он может пойти вот так вот. Так вот, оружие не должно потерять своей формы. То есть клинок не должен быть кривым после соприкосновения с мишенью. Ну, практически любой плоскостью, как его ни ударь, он должен отыграть и восстановить свою первоначальную геометрию. Это второе было испытание. А всего таких испытаний различных было 20. У нас на Золотоводской оружейной фабрике. Хочу сказать, что на наиболее прославленной другой оружейного района на Зеленгене, таких, которые снабжал клинками практически всю Европу, таких испытаний не проводили. И Зеленгеновские клинки, по сравнению с нашими, они были намного красивее, потому что там и никелировали, и травление делали. Но их боевые качества были, в общем-то, хуже. Зеленгенские клинки русские офицеры называли и емко, и кратко. Зеленгенский хлам. Ну, однако, они были красивые. И вот на этих шашках мы, на многих офицерских мы их увидим. Да, но и Золотоводские клинки, они были очень дешевые, по сравнению с Зеленгеновскими. И, кстати, вот такая фирма, как Шаф и Сыновья, она не использовала Золотоводские клинки, еще и потому, что Золотоводские клинки, они имели, ну, четкий прайс. Потому что вот сделать шашку с клинком, там, я не помню, целиком вот эта шашка стоила 9 рублей. Сколько из нее? Не 9? Ну, продолжайте, я потом изложу. Вот. Значит, сколько уходило на клинок, ну, допустим, даже если 6 рублей, то потом было бы странно продавать это за 100. Вот. С Золенгеновским там немного по-другому. То есть никелировать мы так клинки практически до конца, до войны, мы их не стали. То есть не делали этого. Значит, вот два основных образца. Когда в 81-м году приказ поступил на оружейную фабрику о производстве образца 81-го года, там фактически шашки начали изготавливать с 1982-го года. Конструкция ферса была другой. Вот у нас тут есть так называемая ушастая шашка, вот эта офицерская ушастая шашка, она трехклепочная, она вот ранее. Мы потом, наверное, об этом поговорим. Вот. Значит, первые шашки нижних щенов, они шли с двумя, по-моему, клепками, потом с одной. То есть они были вообще только полгода. У меня в коллекции есть шашка 82-го года, это большая редкость, причем клинок у нее уже отпущенный, то есть видимо она побывала в пожаре, и клинок там рубить им нельзя, потому что он просто мягкий. Он не... ну, то есть это уже металл, который закалку потерял. Так вот, ну вообще-то это реально большая редкость. Так вот, после того, как была начата вот эта партия, сделана в 82-м году, оказалось, что конструкции Эфеса, она... вот этой... вот этой винта не было. Она, в общем-то, дефективна, потому что вот эта часть, она начинала давать люфт и слетать. Она вот была так же вот на этих вот шурупах. Ну, тут вот офицерская шашка, она свободна от тех, наверное, недостатков. Вот. И поэтому практически в 83-м году, а можно даже в конце 82-го, Эфес переделали и ввели уже вот такую... вот такой винт. Но заклепки вот тут вот, вот, уши оставались. И, по-моему, в 84-м году, кажется, да, в 84-м вот были переведены вот на такие вот Эфесы. Вот. Правильно я понимаю? А о чем вы сейчас говорите? Об ушастых шашках. Они ушли из нижних чинов в каком году? Этого никто не знает. Почему никто не знает? Потому что никто этого не знает. Потому что нет документов, из которых это можно было бы почерпнуть. Предполагается, что в конце 1880-х годов. Но я хотел бы дать вам договорить до конца, потому что... Я объясню, почему. В любом случае, эта конструкция отошла, скажем, до конца 80-х включительно. Предположим. Не позже. Не позднее, вот так скажем. Не позднее. Причем на казачьих позже, чем... То есть, изначально и Драгунская казачьи имели скрепление, причем при помощи не винтов, а заклепок. Да. И крепление на заклепках совершенно верно. Это, наверное, единственное, чем я соглашусь пока в вашей речи безоговорочно. Оно показало свою несостоятельность. Рубка по чербанам, собственно говоря, национальный вопрос тут ни при чем. Рубка по чербанам деревянным, она служила для того, чтобы проверить крепость присадки рукояти к клинку. Потому что даже в том числе рубка по чербанам, острием, лезвием. В том числе, потому что какой бы прекрасный клинок у тебя ни был, но если у тебя идут потери энергии, и ты не можешь четко понимать, у тебя болтается, вихляется рукоять, ты не можешь четко понимать, куда ты ударишь, естественно, это оружие не имеет никаких боевых качеств, ценности около нулевая. Но об этом, опять же, мы скажем, я скажу позже. Поэтому вот хотелось бы дослушать. Значит, после того, как были введены два вот этих образца, казачья и драконская шашка, появился такой вот больной вопрос, это чем вооружать артиллерию. Дело в том, что артиллерия у нас была конной, и при движении... А можно я вас перебью? А пешей артиллерии тогда что такое? Пешей артиллерии тоже была, но сейчас вот в том числе у нас она была конной. И как и все прочие, конные артиллеристы вооружались шашками, как и все прочие конлеристы. Значит, практически в каждой батарее каждый год были несчастные случаи, связанные с тем, что шашки попадали в колеса пушек. Орудий, передков, лафетов, зарядных ящиков и так далее. Поскольку служба в боевых условиях или там на маневрах, она предполагала постоянное спешивание и снова... Вскакивание. Именно вскакивание, не взлезы, вскакивание, да. Вскакивание на коня, потому что пушку нужно было очень быстро куда-то перемещать. И даже у опытных номеров, ну, расчет в расчете... На артиллерийском расчете они, чины расчета, именуются номерами. Да, у опытных номеров все равно существовала вероятность попадания в колесо пушки или зарядного ящика шашки, что приводило к гибели человека, потому что... Я позволю себе вас перебить, это приводило к поломкам клинка и ножа, и не более того. Гибель человека приводила, если он сел на клинок при посадке в седло, попадание в колесо приводило к поломке ножен и клинка, тем более ножны были деревянные, да. И от этого недостатка так и не избавились до конца старая армия. Но в любом случае ничего хорошего это не несло, конечно. Я сейчас опираюсь на горло, которое как раз говорил, у него есть статья о вооружении чинов артиллерии, в которой он говорит о том, что в каждой батарее, вот именно по этой причине, ежегодно есть смертельные случаи и увечья. Ну, там немножечко другое, но не важно. Важно то, что шашка длинноклинковая для динамичной артиллерийской службы, она, к сожалению, приспособлена мало. И, может быть, имеет смысл вообще сказать, а зачем артиллеристу шашка? Ну, артиллеристу шашка нужна для того, в принципе, чисто для психологических вещей. Считалось, что любая регулярная часть при нападении на батарею ее уничтожат, ну, при приближении. А главным орудием артиллериста все равно является орудие. И, значит, была целая дискуссия, чем вооружать артиллерийских чинов. Потому что были разные варианты. Например, вооружить их карабинами или винтовками. К чему это приводило? К тому, что на расстоянии, там, тысячи шагов, по условиях реально боевых действий, номера бросали орудия и начинали отстреливаться. Это было недопустимо, потому что батарея должна была работать именно орудиями, орудиями, то есть до последнего, до последней возможности, скажем так. И считалось, что максимум, что может делать артиллерист в условиях того, как на батарее прорвался противник, это просто дорого отдать свою жизнь. В то же время вообще не вооружать солдата, это было психологически неверно, потому что люди безоружные, они на войне себя очень некомфортно чувствовали. И это было большой проблемой. Поэтому артиллерийским чинам оставили именно холодное оружие. Дальше у нас были попытки вооружить по итальянскому образцу, по образцу итальянской артиллерии, номера тесаками. Выяснилось, что в нашей армии артиллеристы относятся к тесакам с презрением и абсолютно не воспринимают их как оружие. Они, ну, тесаки, вот там, они от дюсаков пошли, среднекриткового оружия, средневекового. И в Европе вообще ножевой бой есть. У нас ножевого боя как такового нету. И вот, ну, такой культуры ножевого боя, мы там с испанцами не сравниваемся. Вот. Тем более среднекритковый, среднекритковый ножевой, то есть среднекритковый бой, он вообще отдельный. Это не бой на коротком клинке, и это не бой на длинном клинке. У него намного больше различных вариантов действия. Там фиг двух средневековых, по этому поводу много что написано. Вот. Но в любом случае, для того, чтобы человек владел, вот этим тесаком, он должен в такой культуре воспитываться. А у нас, кроме как на Кавказе, среди горцев и кавказских казаков, у которых был кинжал таким неотъемлемым атрибутом, больше вот такой ножевой культуры не существовало. Поэтому не воспринимали тесак как достойное оружие, как что-то, с чем можно реально, так скажем, воевать. Можно я вклинюсь. Дело в том, что вы немножечко забегаете вперед. Вы сейчас говорите о начале 20 века, мы все-таки рассуждали о системе 81 года, а вот эти эксперименты с итальянскими тесаками, это уже начало 900-х годов, и итог у них, насколько мне известно, был несколько не тот, о котором вы говорите. Но в любом случае, это другая эпоха, и, может быть, нам так немножечко вернуться в 70-е годы 19-го столетия. Да, мы говорим о длинноклинковом оружии, то есть шашках. Вот, соответственно, с этим, вот такая проблема, как, ну, кстати, просто я подачу-то принял, зачем и чем вооружать артиллеристов, поэтому и ушли. Нет, вы правильно ее приняли, но я хотел сказать, что как-то вот надо потихоньку, да, вот. Вот, соответственно, с этим для артиллеристов была введена вот такая шашка с достаточно, ну, с укороченным клинком, вот мы видим. На 4 дюйма. Да, вот, у этой, по-моему, клинок 8, 710 мм. 34 дюйма. Да. По более привычной единице измерения. Да, а у этой 27, что ли? 28. 28? 28, 30 дюймов. Нет, по-моему. Нет, 30 дюймов. 30. Дело в том, что, ну, сейчас мы опять же придем, просто вот, как бы, мы обозначили, что артиллеристам дали укороченный вариант, почему сейчас это не суть важно, его дали. Причем дали несколько позже. В 86-м году. Да, в 86-м году, да. И далее, по сугубо практическим причинам, я о них расскажу. Вот. Дальнейшая эволюция этой системы была связана с ножнами. То есть вот у этой шашки кожные ножны, вернее, деревянные ножны обтянуты кожей. Было, по крайней мере, два еще варианта, как эту шашку в ножны обредить. Так называемые, чрезвычайно редкие, которые сейчас остались в единичных экземплярах, так называемый штык-колода. То есть это большие тяжелые ножны, в которых вкладывался штык. Фактически это вторые ножны для штыка. Ну да. К ним. Да. И вот такая вот, и замена этой самой. Называются латунные гайки. Или пазы еще некоторые называют. Или крепления. Ну, мы говорим о креплении штыка. Да, конечно, о креплении штыка под штыком. А я сейчас говорю по поводу кожи. То есть вот кожаные ножны были изменены, и были так называемые резиновые ножны. Ну, они не так долго просуществовали, хотя на них возлагались большие надежды. Ну да. Соответственно, они тоже показали свою непригодность, потому что шашек в резиновых ножнах тоже очень мало. И еще меньше шашек в резиновых ножнах, которые дошли до нас с целыми резиновыми ножнами. Потому что вот эта резина, у меня было несколько таких экземпляров, что у них ножны резиновые целые. Но, как правило, они, как сказать, нурмутся, это материал рвется. Вот. Значит, это вот основные этапы вот этой системы. Что касается нижних чинов. Что касается офицерских образцов, то тут и... Ну, вот, наверное, только с темляком осторожнее, пожалуйста. И казачью. Я сейчас подам. Значит, вот шашка драгунская, офицерская. Хочу сказать, что если у нижних чинов все длины клинка у них стандартизированы, то офицер мог выбрать себе тот длинный клинка, который ему больше нравится. Вот. Они, соответственно, заказывали себе клинки, ну, практически любые. Офицерское оружие покупалось на свой счет, и офицер сам отвечал за то, что он купил. Хорошая эта шашка, плохая, у него это, в общем, не принималось. Потому что вот все вот эти, они выдавались в части, и они должны были быть одинаковыми. Так вот, вот мы видим вот эти образцы офицерского холодного оружия, начального периода реформы 1981 года. Но, опять же, это не совсем начальный период, потому что вот этих вот запек, гаек, вот здесь вот нет. Это уже такой конца 80-х годов. Да нет, не конца, где-то середина. На офицерских шашках вообще открытый вопрос, были ли заклепки. Ну, опять же. Я видел, опять же, есть тульские. Да, тульские. У них есть заклепки. У них есть чаще всего имитация заклепок, но не важно. Я расскажу. Вот эти шашки, они просуществовали до, ну, в том или ином виде, опять же, эфесы менялись. У казачьих шашек эфес следовал за казачьими шашками нижних чинов. То есть тоже вот такое же изменение из так называемой ушастой шашки, которую я держу в руке. Вот таких офицерских. После русско-японской войны поднялся вопрос о престиже воинской службы. И вот есть, я просто больше не знаю таких вот аргументов и реформ, как произошла у нас в 2009 году. Так вот там, для того, чтобы именно поднять престиж офицерской службы, оружие сделали именно более красивым. То есть реформа 2009 года, реформа 2010 года, появление сейчас... Можно вот мне девятку и десятку улыбки? Ну, это вот 2009 года. Да. Вот. Это Драгонская шашка образца. Ну, Владимир говорит, с 1981 года, с эфесом 2009 года. Я говорю более привычно. Это вот, опять же, среди коллекционеров. Это называется 81-09. А вот эта вот шашка казачья, это называется... Ну, опять же, Владимир скажет, что это шашка 81-го года с эфесом образца 10-го года. А я скажу, что это шашка образца 81-10. Значит, суть этой реформы, она была направлена на повышение престижа и на улучшение внешнего вида более красивой шашкой. Соответственно, здесь произошли следующие изменения. Вот изменился эфес, сейчас сравним. Это не очень удачный образец, потому что это золотое оружие. Вот есть святое? Есть, есть. Да. Вот обычная шашка. Кстати, вот эта шашка, она настолько в идеальном состоянии, правда, тут ее захватало пальцем почистить. Вот. То есть вот, ну вот они. Естественно, что девятка, она выглядит красивее. За счет вот этого декоративного, ну, там, литья, за счет вензеля императора, вот эти элементы у них тоже выглядят по-разному. Ну, видно, что это просто красивее. Кстати, тогда же, ну, это на самом деле пораньше, первые трехдольные клинки, а трехдольный клинок, это вот долг, это вот выборка металла. Вот. Если мы посмотрим, здесь однодольный клинок, здесь трехдольный. Вот первые, не помню в каком, в 87-м, 86-м, наверное, году первые трехдольные клинки. Практически с самого начала, если офицерские. Офицерские клинки 81-го года, 82-го, 83-го, 84-го, 85-го трехдольные не встречались. Вот просто, я не знаю, ну. Ну. То есть, вот, самый ранний образец, который у меня был, это 87-й год. И причем, это шашка заказная, можно показать ее клинок. Вот. И после 87-го года, долгое время, практически до 900-х годов, трехдолок просто тоже не встречается. Они все-таки однодольные. Ну, я из практики говорю. Ну, практика разная бывает. Потому что я таких шашек передержал не одну сотню, не две сотни в руках. Так речь-то не о том, кто что держал, а просто, ну, мы же можем рассуждать о репрезентативности, сколько сохранилось до наших дней, срок службы оружия и так далее. Я еще всего лишь об этом. Чертеж, если не изменяет мне память, 1884-й год. Третий год? Да, где шашки с несколькими долами. Я не помню, два дола или три дола, но явно больше одного. Это во-первых. Во-вторых, ну, опять же, да, я как бы вклиниваюсь. Дело в том, что вот уникальный случай, вы сейчас закончите, я вот... Ну, я вообще долго не закончусь, может, мы уже по... Вот, ну, мы уже перешли к практике украшательства, деталям эфеса и так далее. Что я хочу сказать? Наверное, я возьму повествование нить немножко в свои руки. Ну, во-первых, я благодарен Андрею за вот целостную такую картину, которую он нарисовал. Он практик, который, безусловно, передержал в руках очень много оружия разнообразного, холодного. Что я хочу сказать? Вот то, что он изложил на сегодня, последовательно полно является практически, наверное, без изъятия, энциклопедией тех представлений, которые бытуют среди коллекционеров. Эти представления, на чём они основаны, я не понимаю. Вот честно, я этого не понимаю. В основном, к сожалению, я не хочу никого обидеть. Да, у вас, вы излагаете то, что как принято. Вот, все это знают. Железный аргумент, это знают все. Начинаешь копать, а почему все-то? И вот начинается самое интересное. Существует, начнём с конца. Трёхдольная офицерская шашка. Существует чертёж 1884 года. Где есть шашка с несколькими долгами. Делались по нему шашки? Не делались. Это пока непонятно. Чертёж утверждённый. Есть. Далее. Отмотаем назад плёнку. И начнём с появления системы 1881 года. К сожалению, у нас очень мало останавливается на том, что Горлов, он был, судя по тому, что о нём пишут, он был выдающийся теоретик, но у него были очень своеобразные представления о вообще холодном оружии. Начать надо, наверное, с того, что он приложил руку и к внедрению артиллерии новых образцов, и к винтовке Бердана. Но человек он был неуживчивый, человек он был достаточно жёсткий и, так сказать, крайне, судя по всему, с большим трудом признавал свои ошибки. Потому что была история с винтовкой Бердана образца 1870 года. То есть до этого приняли винтовку Бердана, так называемую стрелковую, с откидным вперёд затвором, 68-го года, которая имела баллистику лучше, чем последующие образцы. А винтовка Бердана номер два, так называемая, с продольно-скользящим затвором, которая, собственно, и стала массовой, и вообще продольно-скользящий затвор, они технически более прогрессивные. Горлов встал на дыбы и сказал, что принятие этого образца на вооружение он не допустил. По счастью, никто его не спрашивал. Я к тому, что представления одного человека, хотя бы даже это был и сверхспециалист, и запросы войск, они могут отличаться. Это первое. Второе. Одной из основ системы 1881 года, в том виде, в котором понимал её Горлов, был развитой эфес, развитая гарда, с очень мощной защитой руки. И представлять горловскую шашку без эфеса, ну, это заведомо вот сейчас не понимать, как всё начиналось. Там гарда была достаточно мощная, она была с несколькими дугами, насколько я помню. К сожалению, образцов опытных, он там заказал 6 штук, приняли этот образец в итоге, как всегда, англичане, который он же был военной атташей в Англии, военный агент по тогдашнему, они посмотрели, образец им понравился, им как раз надо было менять холодное оружие, там очередная срок замены подходила, они заказали, у них очень похожи вот эти сабли образца, там 1860 какого-то года. Да, сильно распрямлёнными, значит, это что касается эфеса. У нас ситуация уперлась в то, что тяжёлый эфес, громоздкий, боевой, он очень неудобен в повседневной носке, а представить офицера без холодного оружия в те времена на улице было невозможно. В европейских армиях выходили из положения тем способом, что заводили какую-нибудь лёгкую шпагу, которую он носил вне строя, а в бой он шёл с тяжёлой шашкой. У нас этого невозможно было позволить по экономическим соображениям. Тогда появился на свет вот этот эфес с дужкой, вот такой вот. То есть, здесь гарды никакой практически нет, есть защитная дужка. Ну, это и называется гарда. Вот. Я согласен. Но гарда здесь состоит только из одной защитной дужки. Эта дужка не является каким-то новшеством, а была она применена в 1841 году на Драгунской сабле, которая здесь сегодня уже упоминалась. То есть, чего-то нового не было. Фактически, Горлов, поняв, что развитую гарду ему не утвердят, пожертвовал половиной своего детища и сказал, да по-русски говоря, хрен бы с вами, берите дужку. Второй момент. Значит, балансировки клинков казачьего и Драгунского изначально должны были различаться. В том числе, исходя из того, что разные будут эфесы. Опять же, под давлением главного артиллерийского управления Горлов сказал, хорошо, если вы не хотите, давайте используем один и тот же клинок, причём изначально клинок казачий. Третье. Значит, что касается постановки массового, как тогда говорили, валового выпуска шашек на Златоустовской фабрике. Но, к сожалению, с двумя граммами вы немножечко ошиблись, потому что даже нынешние технологии не в состоянии обеспечить такого единообразия. Что же касается тогдашних, то надо понимать, что, например, детали эфеса, они отливались вручную в какие-то там земляные формы и там опиливались опять же руками. И даже вот эфес, если взвесить, двухграммовой точностью он уже не даст. Была инструкция 1810 года. Надо понимать, что с 1810 до 1870 года технологии изготовления клинков принципиально не изменились. И технология изготовления клинков заключалась в следующем. Сначала брали, там в основном летая сталь, летая тигельная, стали изготавливать тем или иным способом стальную полосу. Из полосы отковывали руками, отковывали клинок вручную. Потом стали отковывать на механических молотах, но опять же это ковка, это длительный, нудный, тяжёлый и долгий процесс. Отковали клинок. Потом его надо слесарным образом на вращающихся наждачных кругах зачистить, проточить долы, вывести поверхность, навести так называемый полер. Полер – это, собственно говоря, качество полировки. Слово «полировка» именно от этого происходит. Одного, точнее сказать, корня. Полер был солдатский и офицерский. Потом нужно хвост клинка делать, нарезать на нём резьбу. Вот это вот самый конец хвоста называется стебель с резьбой. Поэтому, ну, наверное, о линейном производстве говорить не совсем правомерно. Другое дело, что, конечно, когда ремесленнику заказали 200 одинаковых шашек, это будет одна цена. А когда ему заказали 100 таких, 100 таких, наверное, это будет другая цена. Это понятно. Чем выше унификация, тем дешевле. Что касается, значит, так называемых мобилизационных заготовок. Вплоть до начала 20-го столетия, и в том числе погорели на этом в Первую мировую войну. С одной стороны, все понимали, что могут потребоваться мощности завода, а с другой стороны, военное ведомство всегда старалось вести войну на основе имеющихся запасов. То есть, обеспечить армию в мирное время такими запасами оружия холодного и огнестрельного, чтобы их хватило на всю кампанию, на потребности войск. И все понимали, что с ручными фактически технологиями, максимум механизированные ковочные прессы и механизированные точильные станки, никакого технологического рывка златоустовская фабрика не даст. Просто потому, что уровень технический станочного парка, он таков, что выше головы не прыгнешь. Единственное кардинальное нововведение в златоусте в изготовлении клинков произошло в 1915 году, когда был смонтирован усилиями златоустовских специалистов и запущен в эксплуатацию немецкий прокатный стан. Это принципиальное изготовление технологий. Их стали катать клинки. Но поскольку началась война, немцы, я не знаю, правда, почему, они специалистов своих не прислали, документацию не дали. Стан, правда, получить успели, слава богу, до войны. Наши с ним мучились, да. Но в итоге все-таки в 1915 году они его запустили. Это позволило значительно увеличить количество клинков. Мало того, в войну столкнулись еще с тем, что, например, сделать одну шашку и сделать один артиллерийский кинжал Бебут, это одинаково практически по затратам. По деньгам они стоят по-разному. А по производительности-то не так уж сильно отличаются. И тоже дилемма, чем снабжать. То есть, нехватка холодного оружия, она в Первую мировую войну, к сожалению, имела место, что заставила выгрести из складов практически все, что там было, и выдать войска, в том числе шашки какие-то артиллерийские старые. Что касается, значит, вернемся к постановке валового выпуска. Шашки нижних чинов, основные претензии Горова, относились не столько к весу, сколько к твердости металла. Дело в том, что механическая прочность клинка, вы совершенно справедливо сказали, что испытывали на прогиб. Но опять же, если верить Фёдорову и его истории холодного оружия, то основное испытание было 55-фунтовым грузом, основное требование, чтобы клинок не давал остающейся стрелы прогиба. Подвесили груз, он согнулся. Сняли груз, он распрямился. Даже там, фактически, там не груз подвешивали, там клали клинок в специальный кондуктор и давили копроб так называемым, ну, прессом, грубо говоря, называлось копёр. С усилием, да. 55-фунтов, значит, 45, по-моему, уже браковали. Но в любом случае он не должен был давать остающейся стрелы прогиба. Клинок, который давал, его, естественно, выкидывали в перековку, он шёл. И основная проблема заключалась в том, что клинок, который соответствовал прочности, нормальный, он был слишком тяжёлый. А клинок, который весил сколько надо, он обычно оказывался, как тогда говорили старые кузнецы, жидким. То есть он давал остающейся стрелу прогиба или, в общем, не соответствовал по механической прочности. И более того, выяснилось, что система 1881 года спроектирована абсолютно без понимания реалий отечественного оружейного производства. И промышленность наша, златоустовская фабрика, она не в состоянии дать тех требований, которые предъявлял к ней Горлов. Первые шашки, несколько штук, там, не помню сколько, изготавливались образцовые в инструментальном отделе Петербургского патронного завода. Но, чтобы вы понимали, это всё равно, как если, допустим, сейчас шашку изготовить, ну, не знаю, часовщик. Там выверено всё было до сотых дали дюйма. Когда это приносит на массовое производство, у техновых начинает, а ведь проблема же в чём? У них есть чётко установленные расценки, господа. Шашка стоит столько-то, работа стоит столько-то. Это казённый завод, но он не имеет права работать в убыток, ему надо платить людям зарплату. И они уперлись в то, что с буквальным выполнением требований Горлова, они не то что денег не получат, они ещё казни должны останутся с перепорщенной металл. Перепетии этой битвы мы можем наблюдать только по косвенным таким вот отголоскам, знаете, как бульдоги под ковром там где-то что-то делают, там трупы иногда выносят. У меня, например, полное впечатление, что Горлов вообще в конце концов плюнул и сказал, да хрен с вами делать что хотите. То есть он вынужден был, переводя на литературный язык, снизить несколько свои требования к соблюдению веса шашки, увеличить допуски, и в итоге завод, так сказать, некий компромисс между тем, что от него хотели и тем, что фабрика могла. Конечно, они подтянули, выжили максимум из технологий, но они этого добились. Произошло это в 1885 году. Теперь, что касается офицерских шашек с несколькими долами. Начать надо с того, что до 1885 года златоустовская фабрика офицерских шашек не делала в принципе, ибо не могла. Была занята постановкой, поэтому шашки встречаются заленгенские, тульские, хрен знает еще какие. И, так сказать, понятно, что офицер, ну, здесь надо сказать, что к тому времени вообще в офицерскую среду проникло… У кого был цех украшенного оружия? У кого? В златоуст. Был, там не цех, там, выражаясь нынешней терминологией, наверное, участок, но смысл не в этом. Смысл в том, что у Федорова заявлено, что не было до 1885 года офицерских шашек, были клинки. Офицерские улучшенные отделки, да, были, но монтировали на них эфесы, например, в Туле. Тульский завод, я это знаю абсолютно точно из заводских документов, он дошел до того, что он организовал изготовление шашечных полос офицерских в штыковой мастерской, и ничего. Ему это, наоборот, был дополнительный заработок. Покупали, хлопали в ладоши и еще просили. Очень много шашек из заленгена. Ну, заленген – это собирательный термин, да. Дело в том, что к 80-м годам, к 80-м годам в офицерское общество стало проникать и укореняться такая мысль, что фехтовать-то уже это поздно. Фехтование начало вырождаться, деградация фехтовального искусства. Шашку стали воспринимать как не то чтобы абузу, а знак разносного положения. Отсюда происходят многочисленные шашки, так называемые жубоколки. Кстати, я вас хочу, кстати, поздравить казачьих жубоколок. Я до сегодняшнего дня не видел. У вас вот есть, да. Ну, на самом деле, это не кавалерийские офицеры. Ну, по поводу… Нет, это, скорее всего, штабист какой-то был, может, вообще чиновник. Дело в том, что вот это вот в русской кавалерии отношение к холодному оружию, потому что, ну, любую атаку довести до удара холодным оружием, оно сохранялось всегда. А, действительно, пехотные офицеры, военные чиновники, они к шашкам относились как к неудобной абузе и стали постоянно их… Облегчить. Облегчить. В связи с этим они покупали предметы, которые, в принципе, боевого применения не могли иметь никакого. Но, хочу сказать, что были приказы военного ведомства, которые запрещали, прямо запрещали такие шашки. Куропаткин, по-моему, издал их три последователя, потому что ни один из них не… Куропаткин издал его один, и был он выполнен. И более того, я вам хочу сказать, что именно Куропаткин, которого у нас принято считать там каким-то дураком, человек был очень средним полководцем, но при этом очень талантливым военным администратором. И, собственно говоря, те реформы, военный ренессанс конца девятисотых, начала десятых годов, они задуманы и спланированы в основном им, то есть направление намечено при нем. Он дал указание выработать новый образец офицерского холодного оружия, который вот в концовке вот этот образец 909 года, так называемый, не суть важно, как его называть. Вот. Он дал понять, что он не потерпит, и началась вестись систематическая работа по избавлению, так сказать, войск от шашек-жубоколок, да, и по повышению. Он стал, при нем стали возрождать искусство фехтования, стали более широко проводить соревнования фехтовальные и так далее, и так далее. И, кроме того, пришла молодежь, которая уже этим идеям обучалась в военных училищах, тот самый военный ренессанс. И ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Другое дело, что в мировую войну появились аэропланы, газы и там, не знаю, там, танки. В общем, все это, конечно, все вот это вот быстро отошло на второй план. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим баранам, да, как бы, значит, вот до середины 80-х офицерских шашек в Золотовусле не делали, хотя черпешь вот, вот, 84-го года он существует. Так вот, истину, наверное, установить мы уже никогда не установим по той простой причине, что переписки какую-то подробную я не встречал в артиллерийских архивах, но, может быть, пока не встречал. Беда в том, что в процессе вот этих перипетий, вот этих вот драк между Горловым и Золотовым фабриками менялась самая главная, менялась развесовка клинка. И установить эту истину сегодня уже невозможно. Это надо, понимаете, брать там шашки, которые гарантированно подлинные, не переточенные, не мерить их, и определять их баланс, взвешивать, да, брать шашки, которые там поздние, ну, в общем, эта работа, она титаническая, и вряд ли кто-то ее может провести. У меня был такой, у меня как-то в один момент собралось штук 70 офицеров. Я понимаю, о чем вы говорите. И тогда я просто взял и начал смотреть, как они заточены. Начал просто, я так штук 30 сфотографировал, брал какую-то палочку, ставил ее там, где начиналась заточка. Ну, на самом деле, заточка регулировалась суставная была, и она была нескольких видов. Потому что она менялась год от года. Год от года она менялась. Как минимум известно три образца. Были специальные станки, которые затачивали шашку. Были еще, ну, вот я не знаю наверняка, но я слышал такое, что в мирное время их тупить надо было. Это я не могу сказать точно. Это заблуждение. Ну, вот тоже кажется, что заблуждение. По крайней мере, в коллекционерской среде такое тоже ходит, что их там... Так в коллекционерской среде только заблуждение и ходит. Я, собственно, к этому и вел свой весь рассказ. Это люди, к сожалению, которые не любят бумаг, не любят документов, не любят. Это же все скучно, понимаете. Ну, грустно, да, там. Что-то читать, куда-то идти, что-то искать, да в каких-то бумагах копаться. Догоренов все синим пламенем. А когда начинаешь выяснять, что я вклинился, вот вы говорите, что 70 штук. Замечательно. Но беда в том, что вы же не можете сейчас найти шашку аутентичную 1985 года в аутентичной заточке. Вы ее не найдете. Ее нет. Да бывает. Тульские шашки, это тозовские шашки. У меня есть тоже, допустим, у нас в Тульском музее есть тозовская шашка 1982 года. Вы можете дать гарантию, что она в родной заточке? Я не возьмусь. Прошло. Это видно. Прошло стоп. Передоченный клинок видно. Стоп. Вот эта шашка в родной заточке. Вот она. Ну, вот и все. Вот, понимаете, опять же, да, я не возьмусь. Я не возьмусь утверждать, что она в родной заточке. Но в любом случае статистический материал, которым надо обладать, к сожалению, его сегодня очень сложно собрать в рамках одного музейного собрания. Этому должен какой-то человек посвятить жизнь. И что он поймет? Ну, поймет он, что в итоге в таком-то году изменилась балансировка клинка. Ну, что это изменит в исторической науке? Да мало, что это изменит на самом деле. Теперь, что касается системы 1981 года, одно из очень важных отличительных свойств. Я позволю себе взять жубоколку вот эту, потому что здесь, хоть это и жубоколка, зато здесь видно, где кончается долг. Дола. Видите? Вот она кончается. Ну, собственно говоря, и тут тоже видно, вот она кончается. Так называемые однодольные клинки. Почему они хороши? Потому что вот в этом месте, что это такое? Вы знаете, что это обозначает это место? Ну, это центр удара. Да. То есть, при атаке вот именно этим местом рука не испытывает никаких, она не отсыхает. Ну, скажем так, что именно этим местом, проще говоря, положено бить, потому что удар получается наиболее эффективным. Да, да, да. Отсушивание руки солдата никого не волнует, а вот то, что он должен разрубить, главное, чтобы противника до задницы разрубить, а дальше он обычно сам разваливается. Вот. Причем, кстати, при хорошей шашке это вполне себе вероятно. Здесь очень важная особенность заточка острия. Здесь четырёхгранная, так называемая, копьевая заточка изначально. Они, конечно, потом все всё равно тупятся, да, их перетачивают, но изначально это должно было быть копьё, чтобы им колоть. Придумали очень обидный термин в начале 20-го века. Горлов покойник, он этого уже не мог слышать. Придумали очень обидный термин – увлечение уколами. Материалом к этому послужила франко-прусская война. Из неё сделали выводы, что вот французы они кололи, а немцы они рубили. Тем не менее, войну почему-то выиграли всё равно, однако же немцы. Ну, понятно, почему они выиграли – это отдельная история. Но, опять же, мы не знаем, насколько справедливо было переосмысление этого опыта. А вот к началу 20-го века этот опыт был переосмыслен, и от увлечения так называемыми уколами вообще старались уйти. На Кавказе от этого просто плевались, потому что вот эти азиатские шашки, вот эти нижегородки пресловутые – это оружие исключительно рубящее. Горцы, у горцев бывают шашки с концом заточенным как штык. Но это… – Ну, да. – Едничные экземпляры. – Да, это единичные экземпляры. – Как вы их называете-то? – Ну, неважно. – Ну, неважно какая. – Это музейные вещи, их там… – И никто не знает, кололи ли они на самом деле. – Ну, да. Ну, я извиняюсь. Вообще во всех этих ножевых культурах, где на Кавказе в частности, там не принято колоть. – Ну, поскольку укол… – Принято резать. – Ну, укол, он предполагает смерть человека в той санитарии, потому что они с друг другом же постоянно, это вот в одном ауле, в одном селе они друг другу постоянно дрались. – Выясняли отношения. – Выясняли отношения, да. Так вот, если человек уколит другого человека, кто-то умрет. От перитонита, причем не сразу, вот он не вот тут умрет на поле боя, а у него просто будет перитонит, и он в страшных мучениях, в воне, он через две недели умрет, или там через неделю. А если он ударит его, там… – Поверхностное ранение. – Поверхностное ранение, то есть, если он не отрубит голову и не затенет какую-нибудь там артерию серьезную, там, после чего он умрет от потери крови, то от любого другого удара он, в общем-то, особенно на Кавказе… – Скорее всего, выздоровеет. – Он выздоровеет, да. Поэтому там не принято, там, я не помню, по-моему, сейчас могу соврать, но, по-моему, там есть даже такое, в каком-то народе есть такой термин – «ублюдок, уколовший кинжал». Вот это вот одно слово, просто как говорится о человеке, который совершенно моральных норм никаких не – Ну, кавказское оружие – это отдельная большая тема, в которой я не силен. Ну, так вот, возвращаясь, да, вот, что касается, значит, теперь, что касается артиллерии. Во-первых, начать надо с того, что, вот, вы упоминали, что, ну, там, ружьями их вооружить. Начать с того, что есть основополагающий принцип был в русской армии, что ни один солдат не должен оказаться на поле боя без какого бы то ни было холодного оружия. Будь то штык, будь то кинжал, будь то кортик, будь то тисак. По той простой причине, что в ружье могут кончиться патроны и может сломаться боевая пружина или, там, не знаю, заклинить, там, от грязи затвор. А вот штык там, он всегда заряженный, шашка она тоже, в общем, патронов не требует. Это абсолютно серьезно. Почему вот даже, когда появились, например, самокатчики в начале, там, 20-го века, когда появились, там, пулеметно-автомобильные взводы, летчики, все равно, все равно, господа, дайте вам кортик, как оружие самообороны, на тебе вам кинжал, бебут, но чтобы без холодного оружия вы у меня на поле боя не оказались. Единственная категория, кто не вооружался, это не строевые, которые, в общем-то, и в бою не участвуют. Что касается артиллеристов и вооружения их шашками или тисаками, то этой дискуссии, наверное, длилось лет 50. И проблема заключалась, может быть, во многом в том, что, с одной стороны, артиллерийская шашка, она, действительно, громоздкая, неудобная, путается под ногами, какая бы она ни была. Вот. Ну, насчет короткоклинкового оружия у меня несколько другие данные. Просто дело в том, что бебут вот тот же самый, да, одни его описывают как неудобный и никчемный, другие, наоборот, им очень гордились наш большой артиллерийский кинжал чуть меньше шашки. Ну, в практическом плане бебут – это достаточно хорошая вещь. А этого, опять же, никто не знает, это надо тесты проводить. Ну, у нас же рубит, у нас же возрождается культура владения шашкой, владения бегом. К сожалению, эта культура возрождается немножечко в других социально-культурных, так сказать, экономических условиях, чем сто, там, двадцать лет назад или сто лет назад. Я хочу сказать просто, к чему я веду все это. К тому, что критерии «хороший, плохой, холодное оружие» у разных специалистов в те времена отличались кардинально. Совершенно верно, я об этом говорил. И не было двух мнений, то есть, одинаковых по поводу того, какой должна быть шашка. Вот, доходило до того, что, ну, предлагали клинки делать разной длины, там, по росту человека, например, трех размеров, там. Доходило до того, что один, говорит, наклон рукояти, то есть, вот этот параметр, вот. Один говорит – завалите его вот сюда, другой – нет, наоборот, наклоните сюда. Мало того, берут одну и ту же шашку, два специалиста, один говорит – балансировки нет, другой – балансировка есть. Говорят – покажи центр тяжести, один показывает здесь, другой показывает здесь. Это субъективизм. Это отсутствие объективного научного метода анализа. Но Горлов-то как-то попытался это сделать? Горлов попытался это сделать, но, опять же, так сказать, учитывая, что систему его, грубо говоря, кастрировали и лишили основного – ФС. А ФС очень сильно влияет на балансировку оружия в целом. И на присадку рукояти он влияет. Поэтому мы получили в итоге компромиссную систему, как вы правильно сказали – толком не рубить, не колоть. Но другое дело, другое дело, что те, кто этого не знал, что она компромиссная, они обладевали ее в совершенстве и задачи свои она, тем не менее, решала. Что касается кавалерии, допустим, потому что кавалерия – это культура холодного оружия, это удар холодным оружием. Возможно, может быть, имело бы смысл заменить азиатской шашкой, например, как у нижегородцев. Но та, опять же, исключительно рубящая оружие. А в Европейской России тоже этого бояться. А как же так? А как же вот укол? Нам же завещали. А укол – это как раз европейская тактика. Это рапирная техника, вот эти выпады. У нас же все-таки европейская школа с сильным влиянием европейской школы. Школа-то у нас своя была, фехтование. И в итоге споры вокруг этой системы велись, сколько она существовала, и существовала она в итоге полвека. Если шашку 1927 года брать советскую, там опять же поменяли наклон здесь, убрали гарду, то есть окончательно казачью, и крепление под штык – вот такой гибрид. Теперь, что касается вот этих букв «А». что они значат, никто не знает. Нет нормативного документа, который однозначно указывал бы на это. Да, безусловно, гипотеза эта есть, что это сбор или не сбор. Более того, ваш покорный слуга видел клинки опытные, которые сделаны явно, он принят сам клинок, а прибор смонтирован позже. Но однозначного указания на то, что вот это вот, а с короной это принято оружие целиком, а без короны это принято оружие не целиком, тоже нет. Это некое сложившееся устойчивое мнение, которое непонятно, на чём основано. А на чём она основана, никто не знает. Следующее, значит, есть книга Кунцова «Златоустовская оружейная фабрика», там об этом не сказано ни единого слова. Ваш покорный слуга пытался найти нормативную литературу по артиллерийским клеймам, ведь это же артиллерийское ведомство. Клейм снарядных очень много, снарядных, гильзовых, на гильзах оружейных, артиллерийских, приёмщик такой, приёмщик сякой. Такое впечатление, что «Златоустовская фабрика» вообще она существовала где-то в вакууме. Она действительно относилась к горному ведомству, то есть она не подчинялась артиллерийскому управлению, но приёмщиков туда назначали артиллеристы, и у них-то должны были быть свои личные клеймы именно по артиллерийской линии, непонятно. Можно, конечно, предположить, что материалы об этом остались на дне Волги, я вам сейчас расскажу эту весёлую историю, собственно, она не является чем-то новым, а главное артиллерийское управление находилось в Питере. В конце 1917-го, начале 1918-го года было принято решение о так называемой разгрузке Петрограда, который был перегружен войсковыми частями и всевозможными таловыми армейскими учреждениями. Часть архива главного артиллерийского управления, точнее, ну даже, наверное, не часть, а большую часть, успели погрузить на боржу и отправить по водной системе. В общем, где-то в Ярославле попала она под замес во время ярославского мятежа. И боржа эта затонула, села на грунт, большая часть документов оказалась под водой и погибла. Что там погибло, мы не знаем. Оставшаяся часть документов главного артиллерийского управления, часть находится в Петербурге военно-историческом музее, архиве. Какая-то часть могла осесть в Центральном государственном историческом архиве самого Петербурга, часть находится в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Опять же, с большими изъятиями. Надо понимать, что то, что попало в Москву, оно в двадцатые годы очень активно сдавалось на макулатуру и, опять же, сдавалось по неизвестным нам принципам. То есть, что там сдали, что не сдали. Это даже не пазл. Это такая картина с огромными белыми дырами, когда начинаешь восстанавливать. Я, например, пока ни одного нормативного акта по клеймам на холодном оружии найти не смог. Просто нет. Я был в Златоустове. Нет, они есть. Точнее сказать, они были. Я был в музее Златоустовском. Я беседовал. И у них тоже нет... Этого не знает никто. А у них-то откуда этому быть, простите? Там все-таки Златоустов. И что? У нас вот Тула, я вам могу сказать, что вот Златоустовский завод, его беда в том, что он оставался действующим при советской власти. А на любом заводе действовал норматив. Литература старше скольки-то лет, она списывается и уничтожается. И это соблюдалось очень четко. Был начальник, ну, первого отдела, как в последние года, который за этим следил. Ну, так я хочу сказать, что для коллекционеров, допустим, вот эта вот тема, Златоустовский клейм, она является актуальной. Есть какие-то понятные вещи, а есть какие-то совсем непонятные. А если мы возьмем 1827 год, как они клеймились, вот потому что... Пусть 24-й. Пусть 24-й. Потому что я на этом столкнулся, на теме шашки 1926-го года. Очень мало кто знает, что они... Не шашки от сабли. Вот сабли образца 1927-го года с клеймом 1826-й год. У меня такая была. И один из экспертов записал это фуфло. Хотя, конечно, это совершенно не так. Ну, эксперт это... Ну, это сам эксперт себе, собственно, приговор подписал, как я понимаю. Вот это самое слово, он и есть. Да, но Бог с ним. Ну, в общем, человек известный, не будем так про него говорить. Не будем. Значит... Я же не сказал, кто это. Да. Значит... Ситуация... Ну, я просто хочу сказать, что, в общем-то, вы не знали, кто это. Лучше сейчас вот так вот сказать, а то обидится, увидеть, может передать. Да Бог с ним. Вот. Значит... Что хочу сказать. Если вот с клеймами на конец 19-го века там все понятно, более-менее, то есть... Это вы считаете, что вам все понятно? Тут есть какие клеймы? Есть клейма арт-приемки, есть клейма год, есть клейма фабрика, есть клейма эти самые... Технологические. Технологические. Есть клейма технологические. То вот на более ранний период там вообще непонятно, то есть, что они вообще могут обозначать. Потому что говорят, что там клеймы были, из какой партии латурь? Ну, там вот, если тут вот клейм немного, то на ранних образцах... С какой партией латунь, да? Так и говорят, да? Да, 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 да. Хорошо, хорошо. Надо запомнить. То там их может быть чуть не десяток. Партия латуни – это актуально для гильзовой латуни, когда стали партиями выпускать латунь. Вообще говоря, металл для изготовления эфесов, насколько мне известно, плавили на месте. И поэтому, наверное, теоретически на заводе могли там как-то маркировать эти партии. Но, скорее всего, это пост, так сказать, попытка подогнать действительность под свои представления. Я к чему все это затеял весь этот долгий и нудный разговор? К тому, что на сегодня всеотечественная оружейная наука представляет из себя три простых слова. Никто ничего не знает. Предпринимаются отдельные какие-то попытки, да, все-таки на основе документов каких-то нормативных, документов, а не чьих-то вот предположений. Мы идем от вещи. Я художник, я так думаю. Да, знаете, мне вот, да, я бумажная крыса, я вот очки себе нажил на работе с бумагами. И есть вещи, которые вот открываешь бумагу и читаешь. А там написано совершенно противоположное тому, что все знают. Вот касается, кстати, началось это с того, что я палаш образца якобы 1826 года в фондах Тульского музея оружия, смотрю, золотоуст 1825 год. Это палаш, который поступил из Москвы на завод, как образцовый, точнее, из Питера. Хотя времена была практика, что чертежей в принципе не было. Чертежи стали появляться в годах 30-х. А тогда делали образцы, отправляли их в золотоуст. Золотоуст делал комплект образцов и рассылал их на каждый завод. И в заводе эти образцы хранились за ярлыками с печатями. Был человек, который отвечал за их хранение. И если сегодня на завод прилетают взмыленные фельдеги, теперь царь-батюшка приказал заказать палаш такого-то года. Идут в комнату с образцами, берут этот палаш, несут на участок ковки. Ну, грубо, совсем грубо. Показывают кузнецам. Кузнецы говорят «Угу». И поехали. И потом приемщик берет образцовый палаш, вот так вот смотрит его, берет то, что отковали, говорит «Вася, засунь себе это» и посылает на перековку. Ну, если, опять же, грубо. Более того, эти образцы имели срок службы. Эта же вещь, есть же пользуется. У нее должен быть срок службы. И поэтому они менялись по мере износа. И то, что вот товарищ Кулинский называет 1927 года, над ними же шла непрерывная работа по облегчению. Он когда искал, писал свою первую книгу в конце 80-х, максимум, чем он располагал – это полное собрание законов Российской империи. И также коллекции артиллерийского музея. Да, безусловно. Но дело в том, что нормативной базой, которую он располагал, он нашел там нормативный акт 1927 года, а более ранних он не нашел, потому что просто их нету. Они в архивах, которые в силу определенных обстоятельств не попались ему на глаза. То есть, его труд, он беспримерен, велик, он был первым, но, извините, прошло 40 лет. И факты, которые мы выявляем, да, вот коллекционерская мысль развивается вот так, а документы говорят вот так. Понимаете, о чём говорю, да? Тем более, что надо же понимать, что тиражированием мифов занимаются интернет-ресурсы, которые продают оружие, им это выгодно, да? Приходит новый человек, он ничего не знает, ему говорят – Вася, всё нормально, мы тебе всё расскажем и покажем. И тиражирует ему очередную порцию вот этого вот. А когда начинаешь идти от документов, от бумаг, я видел фёдоровские шашки, чертёж на них, если показать, так сказать, тем, кто строит какие-то мысли, они плакать будут. Фёдоров-то мысль совершенно, там пять образцов, и вот как изменить наклон клинка, как форму рукояти изменить, то есть он эту систему 1981 года понимал совсем иначе, чем Горлов. Ну, в общем, вот, понимаете, вот как вот по болоту идёшь, вот с кочки и на кочки, вот оно вот ухает куда-то туда. И что я хочу, подводя, может быть, итог, да, наверное, вот своему такому спичу, краткому на три часа, если нет документа, товарищи, давайте применять слово предположительно. Вот как хайли лайкли, да? Кто отравил Скрипаля? Да Путин отравил, хайли лайкли, да? Вот давайте говорить, я предполагаю, я думаю, мы считаем, ну, мы с коллегой, да, мы с вами, а вот ежели бумажка есть, нормативный документ, да ещё желательно спечать, вот тогда, и, наверное, пришло время в отечественной вот оружиеведческой науке всё-таки побольше времени на бумаги обращать внимание, а не на то, что все знают. Я вот пытаюсь по мере силы возможностей, я же не говорю, что я такое замечаю, просто я вот бумажный человек, да, и вот некоторые интересные изыски, вот они, так сказать, приходят. Это, знаете, как первично, что вот если взять шпагу с тесачным клинком, это шпага или тесак? Эфес шпажный, клинок тесачный, что первично? Эфес. Эфес. Вот, правильно. Эфес. Правильно. А кто-то начинает говорить клинок, кто-то говорит эфес, что было раньше, яйцо или курица? Раньше, говорят, всё было. Вот. Ну, тем не менее, вот что хочу сказать, да, вот, не пришло ещё время всё это уложить в встроенную систему, и, ну, надеюсь, что, может быть, отчасти мы, пока мы живы, может быть, новое поколение, которое вот сейчас только приходит и смотрит нас таких вот, может быть, они докопаются до истины, может, они там, я не знаю, методом исторической ретроспективы, может, научатся в прошлое путешествовать, там, квантовый барьер преодолеют, может, они ещё что-нибудь найдут. У меня есть мысли, где могут лежать эти бумаги, но, бог даст, может, найду ещё в этой жизни. Ну, я надеюсь, уважаемый зритель вам был, наверное, но кому-то точно было интересно. Потому что, на самом деле, вот, то, что мы сейчас поговорили, вернее, тот разговор, который у нас сейчас состоялся, на профильных рожеведческих форумах подобные разговоры могут идти годами. И возникают с завидной периодичностью. Да. Когда приходит новое поколение, и ему говорят, ну, это же все знают, она же 27-го года, а то, что документ от 15 августа 24-го года о том, что приняты образцы сабли Палаша, и, кстати, же был пехотный Палаш, кто-то его видел? Нет. Нет, и я не его не видел, я не знаю, что это такое. Он был. Суслика видишь? Я не вижу, а он есть. А он был. Вот. Ну, беда же не в этом, беда же в том, что истина, она рождается всегда в муках, и чтобы её от… всё лишнее. Ну, будем надеяться, что… Отсечём. Ну, на этой оптимистической ноте позвольте нам закончить. Ждите нашей следующей передачи. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова